Доверьте своим сотрудникам возможность принимать решения. Это свобода, это делегирование, это тоже своего рода ответственность и возможность роста сервиса. Когда вы для сотрудников внедрите это, чтобы они могли обходить какие-то правила, при том, чтобы обслужить клиента, здесь и сейчас, то выигрывают все и клиент, и компания. То есть нужно научить сотрудников самостоятельно принимать решения. Это определенного рода делегирование, но это всегда нужно делать для роста компании. То есть самое важное, что первый сотрудник, с которым контактирует клиент, он должен его удовлетворить и все сделать классно прямо здесь и сейчас. Если какие-то вопросы, чтобы он мог решить их на месте, а не двигать по цепочке вверх вот эту бюрократию и принять решение, это всегда будет плохо. То есть важно понимать, если клиента отправляют идти решать свои проблемы к начальнику, ко второму, к третьему человеку, клиент, скорее всего, не будет контактировать с лишними людьми, и он вообще откажется от покупки и уйдет, и не вернется. Второе, вообще это колхоз, если менеджер должен идти к руководителю и спрашивать разрешение обслужить клиента. Это тоже выглядит, ну, как бы, так себе. Ну и важно помнить, что клиенты хотят ответственных действий от человека, с которым они контактируют, как бы здесь и сейчас, и вот этот процесс усложнения для них вообще не важен и не интересен. Также важно наделять персонал полномочиями, для чего? Например, люди не все обучены, как работает стрессовая ситуация, и если, например, клиент рассержен или зреет конфликт, вы можете пойти на уступки, что-то сделать, чтобы сгладить эту ситуацию и, во-первых, уменьшить конфликт, а, во-вторых, сохранить психологический настрой сотрудника, он не будет увольняться, не будет текучести кадров, он не будет психовать, ну и плюс он научится, да, как обходить правила и быть более гибким, чтобы заглаживать конфликты. Но это отдельная тема по их обучению. На самом деле идея в том, что нужно просто полномочия расширять. Продолжение следует...